Всем привет! Сегодня сделаем маленький обзорчик ленточной пилы, которую я приобрел. Посмотрим, как она работает, как она собирается, плюсы-минусы. Вот она, эта ленточная пила Enhel TCSB200-1. Ну что, разберем, посмотрим, что в ней внутри. Такая племена, параллельный упор, куча всяких тюлек для сборки. Так, задний упор, стол и толкатель. Смотрим, что у нас идет. Значит, параллельный упор, алюминиевый для столика. С этим ближе потом познакомимся. Винтики, гаечки, ключики. Это задний упор для более устойчивой работы. Так, это я понимаю, что идет для регулировки стола. Толкатель. Четыре ножки резиновых. Это идет у нас для стола под низ. Чтобы не было шато, чтобы держать ровность. Такой стол с разметкой. Так, значит, откручиваем, смотрим. Это у нас идет регулировка натяжки пилы, открытие, опускание механизма и подъема. Сзади идет барашек, чтобы фиксировать высоту. Значит, есть такая защита пильного диска. Сзади идет подшипник для хорошего скрежения. А вот боковые втулки идут металлические. Это не очень есть хорошо. Но что имеем, то имеем. За такие-то деньги. Смотрим нижнюю часть. Что у нас там покажется. Идет такой, то ли пластик, то ли полиамид, чтобы более тихо работала пилка. Будем надеяться, что так оно и будет. Ход плавный сравнительно. Нормально. Смотрим, что у нас еще есть интересного. Так, на каждой крышке есть такие щеточки, чтобы очищать от пыли колеса, валы. То есть это уже хорошо, чтобы не собиралось много грязи. Ну, с виду аппарат вроде собранный аккуратно. Ничего такого плохого в нем не видно. В работе он сам себя покажет. Кнопка включения сделана безопасно. Утоплена и боковая защита, чтобы случайно не нажать. Стоп наоборот. То есть удобно. Задняя сторона. Шкала угла. Здесь крепится стол и регулировка. Капель, но это все. Стружка отсос есть. Есть, конечно. Если есть пылесос, подключаем, пользуемся. Нету. Вычищаем все потом. Вот это идет регулировка высоты параллельности с пилой. То есть это уже будете смотреть сами. Либо поднять надо, либо опустить. Здесь шестигранник и резиновая заглушка. Давайте прицепим ножки. Есть специальное углубление для гайки. Вставляем гайку. Не забываем шайбочки. Не зря их придумали. Устанавливаем задний упор. Есть два отверстия для регулировки. Ближе дальше. Это уже на любителя. Или как у кого место позволяет. Шестигранники в наборе идут. Три штуки. Ну, ключами уже обживайтесь сами. Кстати, скажу, станочек не такой легенький, как казалось свиттл. Стол сюда. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Теперь незаменимая частюлька еще Укрепляем стол Сделали удобно, хоть сделали барашки Чтобы легко и быстро можно было раскрутить Высота пропила Максимально Чтобы не соврать Можно засунуть 85 максимум Но это неплохо Кому надо пилять немного Хоть заявлено 80 Дали запас Параллельный упор С той стороны Ручка Для фиксации Закручиваем, стягиваем, сжимаем Маленьких угольничков нету Есть школьный какой-то Да, и он по высоте не подходит Чтобы проверить угол Но на вскидку 90 Перед началом Натягиваем Полотно Чтоб не болталось Делаем пробный Холостой запуск Ну что я хочу сказать Работает в принципе Негромко На уши не давит Фрезер намного громче работает То есть это вообще По сравнению с фрезером Игрушка тихая Ну теперь Попробуем что-нибудь выпилить Пиляю без ускорения Чтоб было видно Как оно реально пиляет Легко Как масло Ну что Пиляет как масло Пилял специально без ускорения Чтоб было понятно Насколько легко И быстро он пиляет То есть вообще Проблем никаких нету Пиляет очень хорошо Теперь попробуем С параллельным упором Отпилить что-нибудь Проверим Насколько он Правильно пиляет Вот выставил 2 сантиметра Проверим точность Так Что у меня есть Какая-то деревяшка есть Запускаем Ну срез в принципе чистый Я бы не сказал Что какие-то Проблемы с ним Пиляет нормально Пиляет хорошо Попробуем Пилять очень тоненько Что-нибудь Есть такая заготовочка Попробую Тонкую ламельку Сделать Результат неплох Пиляет тонко Можно еще Проверим тоньше Если получится Еще тоньше В принципе за свои деньги Пила неплохая Работает тихо Пиляет нормально Понятно что Пока лезвие новое Напиляет Но со временем Поменяем Это сейчас Проблемы нету Я думаю С новым лезвием Будет работать Еще лучше Когда закончили Работать Не забываем Ослаблять Лезвие Не надо Оставлять В нерабочем состоянии С натянутым лезвием И второй нюанс Закончили работать Хотим Чтобы пилка Работала дольше Берем Открываем И Пылесосом Или щеточкой Все Эту гадость Вычищаем Все таки Как пила недорогая Если мы хотим Чтобы она прослужила Дольше Надо Вот такие мелочи Потратить 5 минут После окончания работы Чтобы от этого Избавиться И тогда Даже какая бы ни была Китайская пила Она прослужит Все таки дольше Это уже Будет хорошо Проведем итоги Этой ленточной пилы Работает Негромко Для моих Потребностей Как хабиста Вполне Сгодится Пиляет Нормально Быстро Сравнительно С точностью Угольника Может конечно Еще я Неправильно Определился Проверим Параллельность Упора Ну в принципе Как для меня Это не очень Большая погрешность 1 мм Можно всегда Проверить Рулеткой Или линейкой Чтобы уже быть Наверняка Уверенным Работает Тихо Как я уже Говорил В принципе Удобно Стол Не шатается Стол Стоит Нормально Под рукой Висит Ну хоть это и Просто Как Для красоты В принципе Больше Но все равно Хорошо Что она есть Кнопки Расположены Удобно То есть Для меня Для моих целей Для как хабиста Этого станка С головой Конечно Профессионалам Кто занимается Столяркой Уже серьезно То есть Этим живет Для них Это Игрушка Неподобающая То есть Им смысла нет От нее Она недорогая Им надо покупать Уже покупать На годах С качеством А Для людей Которые работают Для себя В гаражах Маленьких Мастерских За головой Этой вещи Хватит Ну На этом Будем завершать А там Вы уже Думайте Сами Комментируйте Как на ваш Выбор Стоит А раз того Не стоит Ну Пока Пока